Всем привет! Наконец я вернулась из отпуска. Меня не было две недели, но я выкладывала видео и могу сказать, что всё сработало. Я всё это время была без интернета и вот вчера я, можно сказать, набросилась на YouTube смотрела новости ютубовские, то есть я смотрела и свой канал читала ваши комментарии. Могу сразу сказать огромное спасибо за все ваши комментарии, на которые я просто не имела возможности отвечать, но в ближайшее время я отвечу на все комментарии, все поступившие мне личные сообщения. Я хочу сказать большое спасибо людям, которые пришли и подписались на мой канал, смотрели мои видео. Добро пожаловать! Я очень рада. Я уже начала смотреть видео блогеров, которых очень люблю, на каналы, которых я подписала, и тоже буду оставлять вам комментарии. Могу сказать, что мой отпуск прошёл великолепно, но эта поездка для меня была такой непростой, потому что я впервые в жизни снимала не просто для себя или для своих родственников, я снимала для вас и чувствовала на себе большую ответственность. Могу сказать, что Испания – это моя любимая страна, я её обожаю, и я её очень хорошо знаю. Хотелось показать именно мою Испанию, потому что у каждого человека есть своя страна, свой город. Мы, допустим, посещаем один и тот же город, но один видит в нём одно, другой – другое, и даже бывают противоположные мнения, когда вам что-то нравится, а другому не нравится. Так вот, я хочу показать именно мою Испанию. Я побывала в четырёх городах – это Мадрид, Толедо, Кордова и моя любимица – Испания. Буду делать очень много видео, возможно, даже вас замучаю испанскими видео. Это будут и прогулки по историческим местам и просто по улицам города. Я даже выписала вот какие примерно темы я хочу, так сказать, реализовать, сделать видео, чтобы уже не запутаться. Значит, моя Испания будет тема. Дальше – как добираться до Севильи. Это советы туристам, кто первый раз поедет в Испанию. Далее – ну, я уже сказала прогулки по Севильи, Кордове, Толедо и Мадриду. Национальные особенности испанцев – это такие, как хождение по барам ночью, поедание тапос из одного бара в другой, выпивка, дурдом, голдёж испанский. Ну, вот все такие испанские, атрибуты испанской жизни. Будет дурдом по-мадридски, дурдом по-севильски, уличная мода – очень много. Будет и шопинг, естественно, в разных магазинах и в разных городах. Дальше будет видео на тему, почему я не езжу в Барселону. Ну, даже сейчас не буду приоткрывать, что называется, интригу. Но, тем не менее, я объясню, почему я не езжу в Барселону. Ничего личного, девочки, живущие в Барселоне, мои любимые блогеры Марина Маркина и Юля. Ничего личного. Далее. Будет обзор на испанских мужчин. Я очень много снимала испанских мужчин крупным планом. Я буду рассказывать свое мнение о них. Ну, в общем, вы все узнаете. Просто сразу невозможно все смонтировать. Материала отснято так много, что даже не знаешь, с чего и начать. Но постепенно разберусь, обещаю. Будет обзор на испанских женщин. Так, ну, шопинг, украшения. Это даже не сомневайтесь. С украшениями я вас, можно сказать, завалю. Дальше. Будет интервью, несколько интервью с нашими соотечественницами. Видео-ответы будут на тему «Замуж за испанцев». Это Юля сейчас. Юля, привет! Из Барселоны. Начала делать серию видео со своей подругой на тему «Как выйти замуж за испанца?» И вообще, чем они, так сказать, отличаются от других, и что их ждет, и так далее, и так далее, и так далее. Я взяла несколько интервью у наших бывших соотечественниц, которые уже, так сказать, это попробовали. Будет, я думаю, очень интересно. Дальше будет музыка. Музыка на улицах. Фламенко. И, конечно же, я думаю, вы уже многие посмотрели видео на канале «Таня Фром Испания», которая живет в Севилье и является одним из моих любимых блогеров. Мы с ней дружим каналами. И, конечно же, мы в Севилье встретились с ней и вот сняли видео. Одно она уже выложила на своем канале, как мы с ней разговариваем на площади Испании. И другое мое, пока мы с ней думаем, как его, так сказать, поделить. Поэтому заранее могу сказать, заходите также на канал Тани и координаты ее канала я оставлю внизу. Она делает замечательные видео о юге Испании, ну и не только о юге и о севере. Она путешествует, она профессиональный преподаватель испанского языка. Очень интересная и красивая девушка. Вот. Поэтому в ближайшее время и на ее канале тоже будет видео со мной. Так, ну, также будет очень много испанцев крупным планом. Будет шествие испанских женихов. Шествие будет также и такие традиционные, как бы праздники национальные, потому что у них очень часто эти праздники выглядят как шествие по улицам. Ну, вот, примерно такой анонс на ближайшее время. Конечно, я буду делать видео другие. Не буду уж так прямо одной Испании обходиться. Вот. Но, тем не менее, меня распирает огромное количество эмоций, связанных с Испанией, которую я обожаю. И смотрите первое видео, которое я успела уже смонтировать. Оно такое влоговое. То есть, как я, как мы с моей подругой летим в Испанию, делаем пересадку в Риме. И вы увидите вот наш путь вплоть до отеля в Севилье. Посмотрите номер и все. Там очень интересно, я думаю, тоже будет посмотреть. Это будет первое и единственное влоговое видео. Все остальные будут смонтированы тематически. И, ну, вот, я посмотрела, уже некоторые видео сложно монтировать, потому что у меня очень много материала. И поэтому я решила первыми выложить, вот, ну, после вот этого влогового будет видео, как раз разговор с нашими женщинами, которые вышли замуж за испанцев. И одна живет 15 лет, другая забыла 7 или 8. Но я, наверное, скорее всего, эти два видео выложу одно за другим, чтобы было сравнивать, что, потому что мнения строго противоположные. Я хочу сказать огромное спасибо и девушке из Севильи, и девушке из Толета, которые дали мне эти интервью. и думаю, вам будет очень интересно. Ну, я надеюсь, во всяком случае, на это. Ну что, я закругляюсь, и смотрите видео, которое я выпускаю одновременно с этим. Мой первый день. День, так сказать, первые вот путешествия. Пока-пока. До новых встреч.